Часто спрашивают, каким образом можно построить то или иное изделие. Скажем, возьмем такое кольцо. Я хотел бы показать, что для любого фактически изделия способов может быть огромное количество. Они могут быть простыми, эффективными, могут быть дебильными и неэффективными. И тот способ, которым ты пользуешься, он может быть для тебя, например, удобным, для кого-то непривычным. И тут каждый выбирает сам для себя. Вот такое обычное колечко, 18 размер. И вот такие вот скошенные углы, а в остальном оно прямое. Сейчас я все заново сотру и буду строить. Можно начать с самого простого. Построить здесь сечение. Причем сечение тоже можно огромным количеством способов строить. Прежде чем попробовать это все повторить, нужно убедиться, что стоит рекорд хистори. И вот эта вот галочка update children. Ну, в принципе, если включить always record history, то вторая галочка тоже по умолчанию ставится. Итак, построим сечение. Таким вот образом. Я зажимаю Alt и держу на клавиатуре, чтобы у меня временно включались привязки. Это удобно, поверьте. Таким вот образом строим. Линия так, линия. Не под 45 специально, а вот как-нибудь вот так вот таким образом построим. Хочу обратить внимание, что они активны привязки. И активны они только в тот момент, когда мне это удобно. Также еще хочу всех агитировать за выделение вот таким вот образом. То есть не тыкать по одному указывать, а вот таким вот образом. Это тоже очень удобно экономить время. И так, самый простой способ, который используется практически во всех пособиях, уроках, самый быстрый. Вот у нас рельса, вот у нас сечение, вот у нас здесь будет как бы некий шов проходить. Вот у нас кольцо. Примерно такое, какое я показывал в начале. Дальше, как его еще можно было бы построить? Тут сейчас буду максимально пытаться изобрести количество способов. Уже как получится. Так, это я в сторону оттащу. Создам отдельный слой. Назову один и в него переложу. И это, и это тоже. При этом вот эту штуку спрячу. Так, еще один способ построить. Сделать вот такой прямоугольничек. С привязками его переместить. Сделать какую-нибудь вот такую вот. Это много, конечно. Вот примерно так. Примерно таким образом. Вот эти грани можно как-то отредактировать. вот включить контрольные точки, например. Побольше, поменьше сделать. Вот эти можно. Таким вот образом. От масштабировав. Изменить. И то же самое. Прошу прощения. Вот примерно то же самое кольцо у нас есть. Так. Что можно было бы сделать иначе? Например, можно было бы вообще обойтись вот без этого размера. А строить примерно так. Построить радиус. Радиус будет 9, если размер 18. Таким вот образом. Радиус этот из себя представляет просто временную техническую конструкцию. Построить вот такое вот. А-ля сечение. Можно таким же образом. Скруглить. Срезать вот эти вот грани. А кольцо. Само уже кольцо построить с помощью операции revolve. То есть круговой выступ. Вот можно использовать эту же кривую в качестве опорной. Переходим в другое окно. И нажимаем здесь вот full circle. Вот примерно то же самое у нас получается. Так. Как еще можно построить подобное кольцо? Можно, например, провернуть вот этот вот прямоугольник без скошенных углов. Опять не сюда. Все оси строят с зажатым shift. Вот у меня ortho здесь активируется. Чтобы было все ровненько. Так. Опять full circle. И здесь уже, например, через этот инструмент, введя величины, те же самые, срезаю. А чем хорошо? Здесь можно сделать скругление, можно сделать вот такой срез, можно больше сделать срез, можно еще что-то. А, как говорится, заострить углы сложнее, а вот срезать с углов проще. Поэтому такой подход тоже иногда может быть полезен. Так. Что еще можно придумать? Как еще можно извратиться? Возьмем, например, только нижнюю поверхность. Вот эту вот линию и построим только ее. Таким вот образом. От нее можно надстроить вот эти вот стенки. И, по сути, все собрать кольцо из отдельных поверхностей. Тоже почему нет. Так. Все время забываю, где у меня эта кнопочка. Все потому, что пользуешься ей не часто. А команда просто вот такая, fin. Можно, кстати, посмотреть, где мне найти эту команду. Вот. Extrude. Extrude. Для закрепления можно сюда пройти. Так. Extrude. Вот она. Щелкаю ребро. Щелкаю базовую поверхность. Создаю какой-то нужной мне высоты вот это вот ребро. Его переворачиваю. У меня здесь вот изнаночные поверхности другим цветом обозначаются. Это во многих случаях принципиально. Поэтому могу посоветовать настроить тоже себе так же. Делается это вот здесь вот. View. Display Modes. Shaded. Вот. Backface Settings. Настройки изнанок. И вот здесь вот любой цвет можно себе выбрать. У меня примерно такой. Значит, что здесь не очень хорошо получается в нашем случае. Из-за того, что у этой поверхности вот такая вот топология. То есть так расположены контрольные точки. Вот. У меня получилась здесь вот поверхность, деленная на отдельные поверхности. То есть это как бы у нас составная поверхность. Если я ее взорву, она у нас разобьется на куски. Как этого можно было избежать? Можно было избежать, перестроив эту поверхность. Воспользовавшись функцией Rebuild. Так. Только не Edges, а RebuildSurface. Вот таким вот образом. Вот. Про эти цифры можно много рассказывать. Вот. Все равно. Чтобы только пользование ими постоянное даст какой-то опыт. Вот. Ну, в данном случае можно вот воспользоваться этими же всеми цифрами. То есть даже несмотря на то, что здесь будет полный повтор, вот. У нас будет совсем уже другая картина по контрольным точкам. Вот такая. Контрольные точки теперь расположены равномерно. И я теперь, если воспользуюсь опять этой функцией, она будет уже ровненькая. Так. Выворачиваю наизнанку. Беру вот эту поверхность, чтобы новую не чертить. И через 2D масштаб относительно нуля с копией делаю вот таким вот образом верхушку. Вверхушку выворачиваю наизнанку. Ну, это можно было бы не делать. Она все равно при объединении приведется к единой ориентации нормали. Но так как-то приятнее выглядит. Вот. Все обязательно делать с привязками. Если это кольцо желательно строить симметрично. Так. Здесь без копии. Таким образом уменьшаем. И тут строим через... Loft. Вот эту вот команду. Вот эту вот поверхность боковую. Loft хорош тем, что можно воспользоваться только двумя кривыми. И между ними таким вот образом построить поверхность. Вот. А плохо тем, что он иногда непредсказуемо себя ведет. И тогда приходится уже делать сечение. И по нему строить поверхность. Так. Вот это мы объединим сразу. Переворачивать не будем. С шифтом сделали вот такие штуки. А, единственное, что сейчас не стоило делать, это объединять вот эти поверхности. Я отменю. Потому что, если нас, например, не устраивает вот такой внешний вид. Вот этой поверхности. То это можно изменить. И нам в этом поможет история. Таким вот образом через 2D масштаб чуть-чуть изменить габарит. Так, только без копии, конечно. Копии нет. Плюсик не пропал, но ничего. Вот таким образом все автоматически перестраивается. Даже вот если сюда я его тащу, тоже все перестраивается. Выделяем эти поверхности. И вот таким вот образом достраиваем кольцо и объединяем его в замкнутую полю поверхности. Так, вот еще один способ. Каким образом еще можно сделать это же самое кольцо? Так, сейчас эту поверхность я извлеку для будущих экспериментов. Создам новый слой. И в него все, кроме этой поверхности, переложу. Так, можно было бы еще, например, сделать отступ от этой поверхности. Так называемый offset. Вот. Такого вида. Операция. Здесь ставим lose, чтобы новая поверхность не была слишком точной. Хотя в этом случае не очень это важно. Так, flip переворачиваем в обратные стороны. И вот здесь вот расстояние. Это будет толщина нашего кольца. Ставим где-нибудь 2 миллиметра. Или там 2 и 2. Конечно же, с точкой, потому что запятая приводит к нерасказуемому результату. Так, и обязательно поставить solid yes, чтобы оно получилось у нас твердым телом. Такого плана получается штука. Ну и уже остается только скруглить ее углой. Вот таким вот образом. Так, какой еще может быть вариант? Еще могут быть экзотические варианты. Например. Например. Построить некую плоскость. А, стоп. Можно вообще. Вот в данном случае можно вообще даже сделать с помощью трубы. Ставим диаметр. Ставим 18. Толщина стенки 2. И в обе стороны создаем заготовку. Так. Но какой-то косяк. Что? случилось. Диаметр 18. А, нужно вот таким образом перейти. Поскольку был второй диаметр тоже, то такой непредсказуемый результат. вот. Ну и например, 2. Вот, я ввел 2, но здесь получилось 4, поскольку у нас в обе стороны откладывалось по 2. вот этой штуки можно включить контрольные точки, хоть это и с одной стороны явно составная поверхность, но это не совсем так, это получается особый тип экстружен, то есть вытягивание. и вот таким образом за контрольные точки его можно модифицировать. Ну, в ограниченном несколько объеме, но тем не менее. чтобы его привести в нормальный вид полиповерхности, его нужно взорвать и объединить зону. Получается уже полиповерхность, то есть такая составная поверхность. Вот. Она немножко отличается от того, что можно получить методом вытягивания, вернее, ну, прокатывания и сечения, потому что здесь вот, например, вот эти крышки, если взорвать и посмотреть контрольные точки. Эти крышки выглядят вот так вот. Вот они. То есть это не лента, как бы, уложенная по кругу, а обрезанный такой лист металла или еще чего-то. То есть это тоже немножечко другая топология и нужно себе ее представлять. Так, можно сделать, например, вот такую штуку. Построить плоскость в самой обычной плоскости. Вот такую. кольцо построить, наверное, здесь лучше будет кольцо диаметром в 17. сделать из этой кривой отступ. Вот таким вот образом на нужную толщину. Ну, допустим, те же 2,2, которые мы уже вводили внутрь. взять эту плоскость и рассечь таким вот образом удалить лишнее вот эту штуку получившуюся либо через offset, либо через extrude surface. сделать уже знакомым кольцом. И еще возможны варианты совсем уже экзотические. Ну, я думаю, если вы еще что-нибудь предложите, то будет отлично, можно будет дополнить урок. Всем спасибо!